Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее Ну давайте молодость Небольшое оправдание предательств Допустим, вот так вот все-таки возьмем Это решение Поступим вот так Так, безопасность Тихого океана мы взяли Теперь давайте Пока не будем брать Укрепление границ Чуть позже Еще надо подготовиться Мы пока не готовы Давайте возьмем Поощрять революционную мысль Через брошюры, радиопередачи, лекции, митинги Мы будем призывать молодежь изучать Три принципа народа Доктора Суня И знакомиться с историей партии В школах, в университетах страны Мы должны учить Их стремиться к освобождению И современности Отказываться от старых суеверий Ведь этот новый Китай Принадлежит нам Давайте Будет полученный день Научные достижения На 365 дней На год Так, короче Я исправил баги Некоторые В общем, теперь это Содружество Америки Вот такое вот Уильям Дадли Пелли Теперь руководит Содружеством Америки Социоконсерваторы Крестьянской партии Просто У Тихоокеанцев Там фокусы сломаны Там вместо фокусов Тихоокеанцев Там фокусы Османской империи Поэтому я решу Все-таки выделить Содружество Америки Допустим, они победили В гражданской войне Ну, потому что это Хотя бы логичнее Хотя бы реально Логичнее будет Сделать вот так Так, дальше Дальше что мы можем взять Научные достижения Мы взяли Теперь давайте В погоне за Датуном То, к чему мы стремимся Это цель Датун Великого единства А Китай Будущего Это социалистическое общество Датун В нем не будет Ни денег Ни войн Ни семьи Чего? Ни тюрьмы Ни религии Фига себе От каждого По способности Каждому По потребностям Три принципа Является лишь Средством Для достижения Этого общества Общества Равенства Китайская национальная революция Это не только политическая Но и социальная революция Не семьи Вот это забавно Вот это совсем уже Утопия Получается Так И осталось совсем Немножко фокусов По внутренней политике Необходимо Все из этого Ну понятно Мы тут Два фокуса нам осталось Сотрудничество Угнетенных Классов Будет получена Идея Сотрудничество Угнетенных Классов Стабильность Минус 20 Схренняя Эффективность Производства Плюс 20 Ну ладно Стабильность у нас Высокая В целом Не страшно Но я думаю Возьмем Фокус Пин Мин Джэн Сюань Конечной целью Китайской национальной революции Являет социализм Китайская революция Демонстрирует Черты Национальной революции Демократической революции И в конечном счете Социальной революции Однако этот процесс Не быстрый И должен Осуществляться Китайскими методами Демократия И социализм Должны Взращиваться И поливаться Руководством партии Чтобы массы Могли дорасти До понимания И стать руководством Грядущей социальной революции В общем Будет заменена идея Вегативность партии Национальная правительственная идея К социальной революции Окей Давай это В принципе возьмем Так Возрождение вечеринки В конце концов Кажется что Гомедан был переделан По образцу Сун Больше не подчиняясь Предательской фракции Реконструкции Подрывной Китайской Синдикалистской партии И тиранической Политической машине Ван Зинвэя Вместо этого Она объединила Аграрных народников Временного комитета Действий Анархистов Идеалистов Всемирного общества Умеренных Из ассоциаций Революционных товарищей В один Сплоченный блок Революционный комитет Гомедана При этом Она создала партию На самом деле Способной Выполнить Свои обещания Тот Который поддерживает Угнетенных Простых людей Китая Обеспечивая им Безопасность Стабильность И процветание Тот Который может Изгнать империалистов И дать отпор Тиранам Тот Который может Обеспечить подлинную Социалистическую Демократию Для скромных Сотрудничеств С национальным Правительством Таким образом РКГ ГМД Претендует на то Чтобы соответствовать Трем принципам Изложенным Ее основателем В динамичной И живой манере Его вечной воли Однако Некоторые Задаются вопросом Не слишком ли Исплочена РКГ ГМД Скрепленная Сильной рукой Государственного аппарата По мере того Гипотеческая опека Усилится Раздались Дискуссии Призывы Ослабить ее хватку Чтобы обеспечить Плодотворный Дискусс Новая партия Для нового Китая Но наверняка Есть место Для других Да Давайте все таки Поступим так Но наверняка Есть место Для других Давай Не будем Прям диктатуру Устанавливать Поэтому Вот так вот Поступим Пускай другие партии Тоже будут Что то делать Сотрудничество Угнетенных классов В отличии от Радикалов Из РАДГ Или китайской Синдикалистской партии Считающих Что классовая война Неизбежна Мы признаем Что класс Это всего лишь Выражение Эгоистических Интересов И препятствий На пути К созданию Гуманного Общества Сторонники Классовой борьбы Преследуют Интерес Без только Одного Класса Торем Как задача Революции Поставленная Перед нами Стоит в том Чтобы навсегда Оставить Подобные мысли В прошлом Перейти к Анархическому И свободному Обществу Ну понятно Мой Цунцинлин Тут типа Анкапа Такого стоит Ну хотя нет Не совсем Анкап Потому что У нас все таки Не совсем Рыночная экономика Ну к анархизму Такому стремиться В принципе Ну у нас НЭП Как бы Я бы не сказал Что у нас Совсем Капитализма Нет НЭП Тоже Присутствует Все таки У нас тут есть Всякие такие Зоны Свободной Торговли Поэтому Можно сказать Что практически Анкап Более честная Опека В 1911 Году Упадочная Династия Цин Была свергнута В порыве Революционного Энтузиазма Вызванного Ее коррупцией Безразличием К тяжелому Положению Народа Их Бесхозяйственность Тирании Не способны Защитить Нацию От мародерства Колонизаторов Мародерства Колонизаторы Потеряли Их мандат На управление Менее чем За год Привели к падению Их Многоевековой Монархии За этим Последовала Обнадеживающая Республика Вскоре Она была Придана Шикаем А затем Стаби Яна Своим Свою личную Игровую площадку Оскорняя ее Своими пороками И обманом Партия пришла И попыталась Сбросить Этих Аппортунистов Но получила Удар в спину От консессионских Предателей И немецких Империалистов Последним Последним Прошли Ван И его Рад Которые убеждали Что Барба за народ Но вместо этого Позволили Чумека Руссы Продолжаться Запачкав Себя Той же Постыдной Двурушнической Грязью Которая Определила Современную Китайскую Политику Искнали Последних Беспринципных Залов Власти Вместо этого Они открыли Новую эру Идеализма Очистив Коррупцию Которая Когда-то Пронизывала Столицы Привлезив Республику К народу Опека По-прежнему Необходима Для того Чтобы дать Беднякам Образование И провести Их к равенству С образованными Классами Но это Не конец Истории Китая Вместе Гомендант Создат Китайский Социализм Для народа По-настоящему Реализовав Три принципа Раз и навсегда Джунхуа Минго Ван Цуй Так Дальше Давайте Инвестиции Все-таки Все Прожмем Которые Есть Афразиатская Конференция Все Надо Это Прокачать Потому Что У нас Еще Будет Фокус Доступен Помощь Развивающимся Странам Но И мы Это Сможем Взять Потому Что Надо Сделать Чтобы Полностью Финал Уже Был Какой-то Ботавия Принужд Китайской Республики А Против Австралайзии Ну И так Мы Против Австралайзии Подготовим Просто Давайте Прочитаем Южно-Китайское море И другие Экватории Давно Находятся Под Морским Контролем Китая Именно Под Его Влиянием Эти регионы Стали Процветающими Государствами Пока Существует Рекционное Государство Австралайзийская Конфедерация Мира Быть Не Может Ресурсы Этих Морей Не Могут Быть Поделены С Китаем Его Союзником Мы Должны Взять Инициативу Своей Руки И Сами Обеспечить Безопасность Морей В общем Вот это Возьмем Плюс Я вот это Прочитаю Сразу Помощь Развивающимся Странам Возрожденная Экономическая Мощь Китая И его Богатые Природные Ресурсы Должны Быть Использованы Для Помощи И Обслуживания Наших Революционных Товарищей В Развивающихся Странах Эти Народы Долгое Время Страдали Голодали Под Сапогами Империализма И Китай Должен Взять На себя Инициативу Показания Им Помощи В развитии Восстановления Исцеления От векового Унижения Обрушившегося На них В общем Доказав Нашу Приверженность Улучшению Жизни Пост Колониальных Государств Дальнейшие Инвестиции Тер будут Стоить Меньше Политической Власти Будет Боя Идея Защитник Развивающегося Мира Что даст Потери Товжары Минус Десять Улучшает Мнение Плюс Двадцать Уровень Доброженности Гарантии Минус Двадцать Стоимость Гарантии Минус Двадцать Двадцать Максимальное Количество Доброводческих Дивизий Плюс Одну Мы Получим С вами Так Полностью Прокачали Внутреннюю Политику Пока Укрепление Границ Рано Брать Нам Надо Дождаться Все таки Еще Двадцать Две Дивизии Парашютистов ВДВ Наших Ну потому что ВДВ В принципе Можно использовать Не только Как Просто ВДВ Их можно Использовать И как Просто Обычную Пехоту Кстати Можно Потом Будет Как-то Модернизировать Добавить Им Что-нибудь Ракетную Там Допустим Артиллерию Вообще Что-то Придумать Можно Так Пока Это Мы Не будем Брать Давайте Перспективно Мыслящий Офицерский Корпус Возьмем Значит Тут Все Что Связанное С военкой Я буду Брать Пока Если Какие-то Ивенты Будут Которые Мы Не читали Я их Буду Зачитывать Но Вот Это Все Описания Я вам Показывать Не буду Это Уже Долго Плюс Мы Армию С вами Уже Качали Мы Только Авиацией Не Занимались Потому что И Флотом Мы Не Занимались Ну И Разведательным Агентством Тоже Мы Не Занимались Когда Просто В прошлый Раз Когда Играли На Этом Моменте У нас Уже Армия Была Вот Ну И Потом Когда Уже Был Готов Возьму Укрепление Границ И Собственно Прочитаем Описание Данного Фокуса Фига Себе У нас Появились Решения Развития Провинций Фига Тут Можно Конечно Бонусов Всяких Наполучать Окей Но Это Использование Хотя Нет Только Объем Зодского Производства Будет Падать В принципе Это Можно Прожать Давай Развиваем Провинции В целом Вот Но Почти Готово Почти Готово Сейчас Прокачаются У нас Тут Дороги Железные Нормально Опа Танки Отлично Как раз У нас есть Танковый Командир Такое ощущение Что было Еще Подожди А нет Только один Танковый Командир Второго Я сделал Фидмаршалом На танке То есть Больше У нас Танковых Генералов Нет Окей Тогда Больше Танки Делать Не надо Только Всего Лишь 24 Танковой Дивизии У нас Будут Так Тут Давай Мастер Наступления Ему Дадим Яркий Полководец Все Вот это Ему Надо Прокачать Так А ты Че Ты Пока Тоже Ничего Тебе Не Прокачать Так Ну Танки Я планирую Вот Направить На ЕКБ Просто Полетят На ЕКБ Через Казахскую Степь Отлично У нас Хотя бы Танки Теперь Есть У русских Я не знаю Есть ли Танки Сколько У нас Теперь Дивизии 263 Дивизии 310 У коммуны Бахарата 29 У Берманского Союза 22 Уже Дивизии Индокитай Сделал Сиам 23 Сделал Малая Ну не сделала Пока Саравак Тоже не сделал Филиппины 18 Дивизии Сделали У корейцев 33 У японцев 17 Японцев Я наверное Называть не буду Все-таки Не будем Японцев Зывать Так Теперь нам Надо 100 Политки Все-таки Накопить Чтобы взять Потом Во время Войны Закрытую Экономику Потому что У нас Ресурсов Будет Не хватать Так Ладно Давайте Уже Ультимату Просей Кидать Ждаешь Сейчас Остальные Достроятся Не страшно Давайте Возьмем Укрепление Границ Приоритетной Задачей Является В утверждении Того Факта Что Приграничные Районы Тибета Монголия Синьцзяне Являются Неотъемлемой Часть Великой Китайской Нации Слишком Долго Наши Соотечественники Китайцы Минзу Лежали Под гнетом Империалистов Но Жаждали Нашу Руководство Национальной Революции Как Учил Нас Покойный Доктор Сунь Когда мы Объединимся И поведем Их за собой Наша Страна И цивилизация Вновь Станут Великими Будут Активно Потребовать Аннексии Желтороссии Ну давай Попробуем Вряд ли Конечно Мирно Нам Отдадут Ее Но Попытка Не пытка Все равно Воевать Будем В любом Случа Мы готовы К войне Так Ну что Давайте Попробуем Потребовать Аннексии Желтороссии Не знаю Что это Получится Или нет А Не имеет Пакта Ненападения Так Хорошо Мы его Разрываем Мы его Разрываем И Требуем Поскольку Наши Собственные Магистраты Уже Внедрены В Ургу И в ряды Желтороссийского Правительства Остается Только Добиться Окончательного Подчинения Бориса Резухина Нашему Делу С их автономией Существующей Сейчас Фактически Только На бумаге Будет Покончено Ну Хрен Его Знает Хрен Его Знает Но Будет Покончено Понятно В любом Случае Но Так Ну тут Только Активировано Решение Так Что Охрана Северной Границы Брать Можно Пропуститься Фокус Брать Нам Его Не Обязательно Поэтому Давайте Использовать Волю Народа Возьмем Фокус Фига Российская Республика Покидает Желтороси Мы получили Прекрасную Новость О том Что Российская Республика Отказалась От защиты Желтороси Тем самым Разрешив Кризис Не вверх На азиатский Континент Войну Мы добьемся Того Что границы Нашей страны Были Установлены По праву И чтобы Наша победа Была Недолгая Победа Над империализмом Все Кинули Желтороси Русские Ну и дать По требам Подчинения Желторосий Прекрасного Региональные Власти Урги В последнее Время Казались В дрейфе И не присягают Наверность Никому Кроме себя Как действительно Законный Прекрасный Китай Нужны Прилечь И к Сотрудничеству Либо Они Согласятся Либо Мы Подготовим Другие Вежливые Меры Окей Отлично Капитуляция Желтороси Столкнувшись С неопределимым Мы Политическими Препятствиями Желторосия Образумилась Согласилась Принять Части В переговорах Не желая Рисковать Кровопролитием Своим потенциальным Уничтожением Они согласились На безговорочную Капитуляцию На наших условиях После того Как мы решим Уважать гражданские Правительства И гражданское Население На потерянных Территориях Их правительство Официально Капитулировало Согласилось На аннексию Их земель Китаем В рамках Мирной Передачи власти По всей стране Наши граждане Будут праздновать Ведь страна Долгое время Разделенная Вновь объединяется Настоящая победа Китая Все Мы аннексировали Ну и Теперь остается Монголию Захватить Ну слушайте Ребят Как хотите На самом деле Я не знаю Стоит ли воевать С Россией Или нет Ассоциация Китайской Тихоокеанской Дружбы Слушай Я даже не знаю Воевать ли нам Давай ПП Побольше Сделал Уже можно Уже 50-й год Поэтому Уже можно Начитерить Себе Политку Политическую Власть Вот Не знаю Вот стоит ли Воевать Теперь с Россией В таком случае В принципе Они нам отдали Все китайские Земли У нас Претензий на Россию Таковых Нет Мы можем Типа просто Помочь Третьему Интернационалу Победить Как бы С другой стороны Блин У нас Интересы Хотя зачем Буду спрашивать У нас все таки Есть интересы Да Тут на Гавайи На вот это Ладно А что останавливаться Можем победить Я думаю Россию Так что После Вот этого Фокуса Мы все таки Нападем На нее Вот Это все Сделал Но серию На этом Закончим Мы просто Вдв Можно кстати Прокачать Нашему Генералу Просто За кадром Я подготовлюсь Переделаю Тут приказы И все Давайте Интегрируем Тут Внутреннюю Монголию Почему бы И нет Это мы Можем Сделать О Принадительное Принятие Земельной Реформы Окей Давай Тут Где-то В каких-то Регионах Можно Это сделать А ну да В монгольских Регионах Как раз Мы это и делаем Ну и в китайских Некоторых Хотя нет В монгольских Именно Да В монгольских Регионах Мы земельную Реформу Проводим В общем Да Я думаю Ладно Не буду я вас Спрашивать Воевать Или не Воевать С московским Договором Нам придется Это делать Потому что Мы не Выполнили Свои Требования Обязательства Не выполнили Все Наши Всякие Претензии Влияния Наши Мы не Распространили И империализм Не сокрушен Все таки А его Надо сокрушить Все таки Инсулиндию Тут забрать Себе Австралию Гавайи Это все Нужно сделать И помочь Все таки Третьему Троносналу А то Если Все таки Мы будем Один на один Воевать Россию Это будет тяжело Мы не справимся Если мы Сейчас не вмешаемся То Третий интернационал Мне кажется Все таки Капитулирует Тут в альянс Еще вступили Сербы Югославцы Румыния И Греция Сюда вступили В этот альянс Швецию Например Которая тут В третьем интернационале Синдикалистка Почти уже уничтожили Потом Мне кажется Рано или поздно Русские Пробьются Да У них сейчас Проблемы с производством Большие Потому что он взял Все взрослые Проходят службу То есть максимальный Возможный призыв Взял Получил тут В итоге он получил Дебафы На Скоро строительства На объем Заводского производства Время подготовки Дивизии Производителей Сверфи В общем Он получил Тут дебафы Да Он получит Еще раз Людские ресурсы И в принципе В теории Он может победить Третий интернационал И тогда Будет тяжело Тогда Прям Россия Будет тут Гегемоном Мира Еще и США Может вступить К русским Вообще Будет плохо Поэтому Нет Надо все таки Помочь нашим братьям По третьему Интернационалу Победить Россию Плюс Тут Она сама Начала Атаку Не третий Интернационал Напал А она Московский договор Напал Поэтому мы все Должны это сделать В общем За кадром Я подготовлюсь И в следующей серии Будет как раз Финальная Мы добьем Россию И Австралазийскую Конфедерацию Мы тоже победим Вот В общем на этом все Подписывайтесь на канал Кто не подписан Обязательно комментируйте Пишите комментарии Четырех слов Это помогает Продвижение видео Обязательно Сейчас Обязательно Подписывайтесь на Телеграм канал На Твич канал По ссылкам в описании И знайте Что самое интересное Еще впереди Интересное Точно будет Всем удачи И пока 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 Продолжение следует